Вопрос, зачем человеку иллигия? Я думаю, что самая главная роль иллигии, это расставить некоторую систему ценностей. Потому что, как бы как я, я воспринимаю мир, что есть разные способы общения человека с миром. Весь мир божественный, и человек появляет божественность через разные каналы. Наука это власть над миром, в том смысле, что она помогает предсказать результаты наших действий. Поэтому владение наукой помогает построить разную технологию, только мы знаем, что будет в результате того или другого действия, и соответственно, более успешным быть в практической стране. Искусство это самовыражение личности и эмоций. А вот система ценностей – это религия. И в этом смысле одно, другого и третьего не может заменить, потому что это есть три параметра нашего существования. Попытки вмешаться в чужой параметр очень отрицательны. Когда искусство говорит, зачем мне нужна религия, я искусство саму дам систему ценностей, оно это сделает в несостоянии. То есть так же наука. Когда наука думает, что нам может дать систему ценностей вместо религии, это не в состоянии. Я привожу себе такой пример, хотя люди науки, конечно, от этого отбыкиваются всячески, но серьезно говоря, Советский Союз, марксизм и коммунизм – это была система, построенная на науке. На науке определенного развития. Но они себя вполне серьезно считали, без всяких шуток, издевательств, что она действительно основана на передовой науке. Она делает так, как положено по науке, управляет миром с научной точки зрения. Вот было, так сказать, поэтому сталинский, так сказать, кровавый режим – это был режим, основанный на науке. В этом смысле. Да. Система управления. Да, поэтому, да, ну и ценности, основанные на науке. Они считали, что это, они подходят, что это честно, научным образом, как наука раскрыла. Вот, поэтому наука, конечно, сегодня от этого отбрыкивается, и, так сказать, говорит, да что вы это, так сказать, всякая вера в коммунизм, но на самом деле это и есть следствие науки, атеизма. Вот, поэтому атеизм и наука, в связи с тем, атеистическая, никак не могут списать преступления коммунизма, Сталина, Мао, Пулпота, Каста, Накуби и все прочее. Это прямое следствие наукаверия. Ну, сказать так. Теперь точно так же неправильно претензии религии, что мы все скажем, мы другим прониктуем, а наука и искусство нам просто, как бы, так сказать, помогают. То есть претензии каждой из трех, наука, религия и искусство, на полное доминирование, они всегда кончаются плохо. Поэтому единственный способ – это равновесие между всеми тремя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова